Дорогие друзья, всем привет! С вами Кира Юхтенко, команда InvestFuture и сегодня наша традиционная книжная рубрика, которую мы продолжаем делать, несмотря ни на что. Мне кажется, очень важным раз в неделю рассказывать вам о книгах, чтобы подбрасывать какую-то пищу для размышлений и подбрасывать возможности почитать что-то, что позволяет немножечко отвлечься от реалий нашего сегодняшнего дня. Ну или не отвлекаться, а просто проанализировать их с какой-то другой стороны. Сегодня у нас очень интересная книга в фокусе, но сначала небольшой анонс от нашей команды InvestFuture. У нас, друзья, вышел наш третий финансовый комикс, и я вам про это напоминаю. Он называется «Аня и Макс. Первая зарплата». И в наших комиксах от команды и в Kids мы весело, интересно и красиво рассказываем нашим юным читателям о том, как управлять своими личными деньгами. Этот комикс о том, как зарабатывать деньги и как правильно эти первые деньги тратить для того, чтобы не спускать их в пустую, а отрабатывать навыки управления деньгами уже с самого раннего возраста. Комикс уже можно купить. Ссылка есть в описании. Успевайте, потому что тираж не такой большой, и первые два комикса очень быстро раскупили. Ну а мы переходим к нашей сегодняшней основной теме. И мы с вами сегодня поговорим про Рим. Он пал не только из-за нашествий кочевников, но во многом из-за экономических проблем, которые были в частности связаны с недобором налогов. По крайней мере, так утверждают авторы книги «Жестокая экономика. 37 невыученных уроков». Это издание 2020 года. И здесь, как понятно из названия, разбирается 37 примеров из истории, где разбираются экономические ошибки, которые находят отражение и в современных реалиях. Это можно легко увидеть. Нужно только лишь внимательнее всмотреться в параллели. Давайте немножко расскажу об авторах книги. А это профессионалы в области экономики и ритейла. Это известный российский предприниматель Дмитрий Потапенко. В его бэкграунде «Чего только нет». Там и торговля на горбушке, и создание своей торговой сети, и руководящие посты в «Пятерочке» и других крупных компаниях. Ну и соавтор книги – президент Национальной ассоциации дистанционной торговли «Икоммерс Раша» Александр Иванов. Он написал несколько книг по директ-маркетингу и по истории экономики. Александр – член Совета директоров ряда российских компаний, консультант и практик с более чем 30-летним опытом работы. И вот вместе Дмитрий и Александр очень увлекательно описывают кризисные этапы в экономиках разных государств в разное время, на которых и мы с вами сегодня тоже можем поучиться. Под обложкой увлекательные исторические факты, которые касаются абсолютно разных исторических периодов. Тут и Древний Рим, Европа, Китай, эпоха первооткрывателями. Тут истории про контрабанду, про средневековую гонку технологий, про античную логистику. Это все в такой простой и нескучной подаче. Давайте одну историю расскажу. Была такая легенда в конце 11 века. Вильгельма-завоевателя сбили с коня на важной битве. И тогда рыцари испугались, что его потеряли. Но производитель нашелся, он надел на копье носовой платок, им помахал. И вот после этого сражение продолжилось и завершилось оно победой. Эта история не была в хрониках битвы, но она передавалась из уст в уста. И вот потом в какой-то момент в Лондоне открылся цех, такое крупное производство носовых платков в честь этой легенды. Можно их называть шалями. Это метр на метр ткани. Эту продукцию активно раскупали, она пользовалась спросом. Но сто лет спустя английские рыцари стали отправляться в крестовые походы. А вернувшись, уже вот как-то не интересовались такими полотнищами. Потому что пришла мода на более миниатюрные платки. Тогда как бы начался закат вот этого прибыльного цеха, но мастера решили не менять стандарты товара, несмотря на то, что его уже не покупали. И вот эта история про клиентоориентированность, как объясняют авторы. Пока большие платки были нужны рыцарям, цех неплохо зарабатывал. Но отказавшись идти за покупателями, они потеряли клиентов и закрылись. Или вот вам еще одна тканевая история. В 80-х годах 17 века Францию наводнил ранее невиданный продукт – набивной ситец. Набивным его называли благодаря набитому цветному рисунку. Эту технологию изобрели в Индии. Продукция была высокого качества и относительно при этом недорогая. Ее привозили в Европу армяне. У французских ткачей было два пути – перенять технологию или запретить импорт. И католики пролоббировали полный запрет. Заввоз ткани могли сослать на галеры или вообще приговорить к смертной казни. А за ношение – штраф или галеры, опять же. Цеха ткачей даже добились права врываться в дома граждан и проверять их гардероб. По словам современников, больше всего здесь пострадали не самые обеспеченные горожане. И вот в книге говорится, что было уничтожено 16 тысяч человек. А число сосланных, подвергнутых телесным наказанием, оштрафованных, вообще не поддается учету. Только в небольшом городке ткачей Балансе, который насчитывал тогда около 8 тысяч жителей, как сообщают хроники, 77 человек были повешены, 57 колесованы, более 600 сосланы на каторгу и один отпущен. И, несмотря на это, поставки продолжались нелегально. Вообще, надо сказать, что французы-гугеноты пытались перенять технологию производства набивных тканей, и у них неплохо получалось. С введением запрета они переехали в Голландию, Берлин и особенно массово в Женеву и Нефшотель. И примерно через 80 лет этот запрет забылся, но Франция в производстве набивного ситца сильно отстала и уже не могла противостоять поставкам из Голландии и Швейцарии, куда уехали их мастера. А первые мануфактуры в стране появляются только в 60-х годах, уже 18 века. Их основывают предприниматели из Женевы и Нефшотеля, тех городов, куда переехали французы, которые занялись вот этим неугодным производством. Это история о губительном действии запретов. Производство и ввоз товара все равно продолжаются, но бизнес вынужден уходить в подполье. Рассказала вам две истории из 37. 37. Основные 35 не буду пересказывать, это лишит удовольствия самим их прочесть. Тем более, что отзывы на книгу в основном положительные. Ну, конечно, глубинного анализа экономических процессов здесь нет. Это такие легкие, ненавязчивые истории, но это не умаляет их привлекательность. Я думаю, что они помогут расширить кругозор, как-то по-новому посмотреть на экономику, да, и понять, что многие текущие проблемы уже в прошлом происходили. Ну, а еще можно открыть для себя какие-то малоизвестные факты, которые на школьных уроках не проходят. И, кстати, мне кажется, что подросткам книга тоже может быть интересна. В целом, тут так очень интересно переплетаются истории и экономика. Я эту связку очень люблю. И, конечно, из каждой главы можно сделать свои какие-то выводы. Но еще раз отмечу, что это такой, скорее, научпоп для легкого чтения. Ну, и, честно говоря, мне кажется, вот, знаете, для текущего времени эта книга очень даже подходит, потому что, ну, мы понимаем, что все когда-то уже было. Все когда-то уже переживалось, какими бы уникальными ни казались те обстоятельства, в которых мы оказываемся. В общем, друзья, мой вердикт читать. И с удовольствием один эксемпляр этой книги я для вас, друзья, разыграю. Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, пожалуйста, проверьте, что вы подписаны на InvestFuture. Нажимайте на колокольчик, ставьте лайк под видео и пишите абсолютно любой комментарий. И одному из вас достанется эта замечательная книга. Желаю удачи всем в конкурсе. Ну, а сейчас пришло время подвести итоги нашего прошлого розыгрыша. На прошлой неделе мы разбирали книгу Sony, сделанную в Японии, про то, как японская корпорация сумела ворваться на американский рынок и на время стать одним из лидеров. Книга тоже очень увлекательная. Можете посмотреть на нее обзор. Ссылочка там также в описании будет. А побеждает ее наша подписчица с именем Наталья. Наталья, поздравляем вас. И напишите нам, пожалуйста, на почту infosobaka.investfuture.ru Пришлите ваши реквизиты, и мы будем готовить книгу к отправке. На этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание, друзья. С вами была Кира Юхтенко и команда InvestFuture. Читайте книги, берегите себя, своих близких. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok